А вы верите в Деда Мороза? С видеонаблюдением от Технозет вы точно узнаете, что он существует. Улица Таёжная, 16. Треть заключенных консессионных соглашений в сфере ЖКХ Забайкали не исполняется. Власти муниципалитетов заключили с компаниями многочисленные договоры на 900 миллионов рублей. Однако по факту работа исполнена только на 340 миллионов. При этом бороться с авариями и проблемами в ЖКХ будут новыми консессиями. Об этом 25 декабря рассказал заместитель председателя правительства Забайкали Алексей Сергейкин в эфире ГТРК. Ранее стало известно, что котел вышел из строя в Борзе в начале ноября. Тогда без тепла остались больше 100 жилых домов и социальные объекты. В городе ввели режим повышенной готовности. Губернатор потребовал найти и наказать виновных. Затем проблемы с теплоснабжением повторились 30 ноября, 6 декабря и 14. Замгубернатор Александр Костенко заявил, что если котельная остановится, последуют кадровые решения. 15 декабря жители Борзе в пятый раз остались без тепла. Прокуратура усмотрела признаки халатности администрации Борзе. Очередная остановка одного из котлов на центральной котельной в Борзе произошла 25 декабря. Меньше недели назад прокуратура региона сообщала, что котлы на котельной в Борзе с начала топительного сезона отключали уже 22 раза из-за различных поломок. Из-за частых аварий в город прижал первый заместитель прокурора края Эдуард Мухаммедов. Заместитель министра ЖКХ Забайкали Андрей Виноградов не смог назвать причину частых аварий на центральной котельной. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги следует повышать, учитывая платежеспособности граждан. Об этом накануне сообщили известие со ссылкой на руководителя комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирину Булгакову. «Мы предлагаем проводить анализ при изменении тарифов, какими они должны быть с учетом платежеспособности населения на конкретной территории. С помощью этого можно рассчитать, сколько граждан в регионе будут в состоянии платить по счетам без ущерба для нормальной жизни», сказала Булгакова. Также она отметила, что если треть населения не может платить, то тарифы повышать нельзя. В таком случае компенсировать нехватку средств необходимо из федерального бюджета, регион должен искать способы, чтобы создать экономические условия для роста благосостояния людей. Забайкальский край оказался на 80-м месте в итоговом рейтинге регионов 22-го года по версии издания «Реановость». Отмечается, что список был составлен на основании показателей всех ключевых рейтингов, подготовленных изданием в этом году. Учитывалось социально-экономическое положение, рынок труда, материальное благополучие населения, научно-техническое развитие, соответствие здоровому образу жизни. В итоге Забайкальский край оказался на 80-м месте, набрав 28,588 балла. У соседних с Забайкальем регионов позиции лучше. Бурятия расположилась на 74-м месте, а Мурская область на 71-м. Допомним также, что Забайкалье занимает 71-е место в рейтинге субъектов России по уровню материального благополучия.